Подготовка к международному рок-фестивалю Кубана продолжается контролировать порядок в станице Благовещенской будут 140 сотрудников системы МВД. Полицейских поселят в Анапе. За неделю сотрудники полиции проверили законность пребывания в России и в Анапе, в частности, 128 иностранных граждан. 52 человека привлекли к административной ответственности. Один гость вынужден покинуть страну без права возвращения в течение пяти лет. Штрафы выписывают иностранцам и российским гражданам, нарушающим правила приема размещения иностранных гостей. О процессе отчитался заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Ведется учет, если не исполняется, значит штраф не взимается, не пребывает на административную комиссию или в течение месяца не оплачивается штраф. Документ подается, материал подается судебным приставам. Судебные приставы на основании нашего материала взыскиваются исполнители уже 10 лет. На крупный штраф 800 тысяч рублей попал Анапчанин, предоставив иностранцу без регистрации и разрешения на работу торговое место для индивидуального предпринимательства. Внеплановые и по плану профилактические проверки прошли в Анапе на Пионерском проспекте, на хуторе Воскресенский и в Джигинке. Практика таких проверок продолжится. На 71 миллион вырастет бюджет города благодаря взысканиям межведомственной комиссии, пока должники пополнили казну лишь наполовину. Первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая предупредила, с законами шутить опасно и невыгодно. И предложила квалифицированную правовую помощь представителям бюджетных учреждений. Отметила слабые стороны в организации работы некоторых подразделений. Самое отвратительное исполнение насчет доложительной контроли, к сожалению, на сегодняшний день у нас, я могу о своих службах говорить, в управлении архитектурой. Разберитесь, распределите внутри структуры, кто за что и в каких день отвечает. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков запланировал на неделю привычную работу – контроль за состоянием пляжей, торговлей, санитарным состоянием города. Провести мониторинг пляжей общего пользования на предмет торговли, на пляжах пивом, алкогольными напитками. Это то, мы были с вами в пятницу на двух пляжах, мы видели, что происходит. Поэтому в течение двух дней, сегодня-завтра, на не только пляжи общего пользования, информацию доложите. О завершении уборки урожая доложил Михаил Баюр. 9 августа 80 анапчан представят Анапу на традиционном празднике в Краснодаре. Задача заместителя мэра – контролировать цены и качество сельхозпродукции на ярмарках-привозах. С прошедшим на выходных профессиональным праздником военных моряков и ветеранов службы поздравил мэр Анапы Сергей Сергеев. Есть в военно-морском флоте свои традиции, которых нет у сухопрудных людей, так можно назвать. И я хочу вам сказать, что на сегодняшний день военно-морской флот – это предмет нашей гордости и любви. Военнослужащие, военные моряки – это предмет, даже если хотите зависти. За добросовестный труд и активную работу в военно-патриотическом воспитании вручил военным морякам и ветеранам почетные грамоты. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион.